Национальная хоккейная лига, главный хоккейный чемпионат в мире и мечта любого профессионального хоккеиста. Недавно мы завершили проект географии НХЛ. Можете посмотреть его в плейлисте по подсказке наверху. Сейчас все выпуски в сумме набрали более 2000 просмотров. Для нашего канала это довольно неплохо. Впрочем, хоккейный мир Северной Америки не ограничивается НХЛ. Тысячи профессиональных игроков по разным причинам до нее не добираются. Так где же они играют? Это Спорток и мы представляем новый проект по лигам. Расскажем о самых популярных хоккейных чемпионатах США и Канады помимо НХЛ. Сегодня начнем со всем известной АХЛ. АХЛ. Американская хоккейная лига. По сути вторая по силе лига в регионе. АХЛ это лига фармклубов. Вот уже восьмой сезон подряд каждый клуб лиги имеет соглашение с командой НХЛ на обмен игроками. Причем некоторые команды НХЛ напрямую владеют клубами АХЛ, а для некоторых это лишь аффилированные команды. Как вы уже поняли, в АХЛ выступает 31 клуб. Ровно столько, сколько и в НХЛ. Сейчас на ваших экранах вы видите полную таблицу их отношений. Кто с кем связан. Здесь сразу вызывают оговорку канадские клубы. Лишь четыре из них имеют свои фармклубы на территории этой страны. А вот Ванкувер, Эдмонтон и Калгари расположили свои команды в США. Структурно АХЛ поделена на две конференции и четыре дивизиона. Западную конференцию представляют Центральный и Тихоокеанский дивизионы, Восточную, Атлантический и Северный. За сезон команды проводят 76 игр регулярного чемпионата, но есть исключения. Так, с нынешнего сезона все клубы Тихоокеанского дивизиона играют по 68 матчей. Почему? Потому что в нем 7 команд, а во всех остальных дивизионах по 8. Хотя в том году в Тихоокеанском дивизионе было 8 команд, причем две из них играли по 76 игр. Благо, с этого сезона эта несправедливость устранена. Вообще, АХЛ жутко нестабильная лига. Переезд команд из города в город, а соответственно из дивизиона в дивизион, здесь обычное явление. Кроме этого, многие клубы просто исчезают с хоккейной карты и на их место приходят новые. Например, за последние 6 лет в лиге появились аж 15 новых клубов, то есть половина из всех существующих. Конечно, эти команды созданы не с нуля. Они просто поменяли название, владельцев, место и все прочие атрибуты. Но все равно для АХЛ это в норме вещей. Система плей-офф в АХЛ очень проста. Если в НХЛ придумали так называемую систему Wild Card, то в АХЛ все по-старому. В игры на вылет выходят 4 команды из каждого дивизиона. Первое место играет с четвертым, второе с третьим. И так в каждом дивизионе. Первый раунд плей-офф играется по пятиматчевой системе, то есть до трех побед. Остальные раунды классические до 4 викторий. Последним триумфатором АХЛ стала команда Торонто Марлис. Нетрудно догадаться, что это фарм-клуб Большого Торонто. Для них это чемпионство стало первым в истории, хотя клуб под разными названиями существует в лиге с 1978 года. Ну а рекордсменом по трофеям является клуб Хэрши Бэрс. 11 главных титулов. Сейчас Медведи, кстати, фарм-клуб Вашингтона, но в прошлом сезоне они заняли последнее место в своем атлантическом дивизионе. Последний кубок Хэрши брал и вовсе 9 лет назад. Кстати, о главном трофее. Если в НХЛ это кубок Стэнли, то в АХЛ это кубок Колдера. Сразу попрошу не путать с Колдер Трофи, призу лучшему новичку сезона в НХЛ. Хотя оба эти трофея названы в честь одного человека, Фрэнка Колдера, первого президента НХЛ. Кубок Колдера был впервые вручен в 1937 году, то есть в первом сезоне АХЛ. Чистое серебро и основа из бразильского красного дерева. Вес трофея почти 13 килограммов. Кто же играет в АХЛ? Самое первое и логичное, что приходит на ум, это хоккеисты, задрафтованные клубами НХЛ и пока набирающиеся опыта. В принципе, да, так и есть. Но АХЛ это не молодежная лига. В ней много игроков и за 30 лет, причем эти дядьки там отнюдь не заканчивают свои карьеры. Есть отдельные игроки, которые выступают в АХЛ более 10 сезонов подряд. Конечно, эти люди понимают, что шанса пробиться в НХЛ уже практически не будет, но и в хоккей поиграть тоже хочется. Уровень АХЛ это не какое-нибудь хоккейное дно. Даже в нашей лиге, в КХЛ, есть несколько легионеров, приехавших именно оттуда. И выступают они вполне себе недурно. А вот русских ребят в АХЛ не так много. В прошлом году в этой лиге были заиграны 33 россиянина, в этом пока 28. Конечно, провести всю карьеру здесь не лучшая перспектива. И русские в АХЛ долго не задерживаются. Уж лучше уехать в родную лигу. Впрочем, в АХЛ есть и свои звезды. Хорошая игра в фарм-клубе – шанс пробиться в основную команду НХЛ. Особенно часто к такой практике перебегают клубы, потерявшие шансы на выход плей-офф. На последние 10-15 игр сезона они вызывают своих молодых проспектов, чтобы почувствовать вкус большой игры. После сезона будет тренировочный лагерь, и вот уже там игрок может сразу зарекомендовать себя как основной. Давайте взглянем, где же сейчас играют лучшие бомбардиры АХЛ последних пяти сезонов. Сезон 13-14. Трэвис Морин привлекался в Даллас, где провел лишь 13 игр за карьеру с одной результативной передачей. Сейчас фактически заканчивает карьеру. Сезон 14-15. Брайан О'Нил провел лишь 22 игры за Нью-Джерси. Сейчас уже третий год пылит за Йокерит в КХЛ. Сезон 15-16. Крис Бург – лишь 51 игра в НХЛ с двумя голами. Продолжает играть в АХЛ. Сезон 16-17. Кенни Агастина в этом сезоне наконец-то пробился из фарма в НХЛ. Сыграл уже 55 матчей за Монреал и Нью-Джерси. Набрал 21 очко. Сезон 17-18. Крис Терри. Последний раз играл в НХЛ два года назад. Там провел 152 матча. А в АХЛ на протяжении 9 сезонов уже более 550. Вывод простой. Даже если ты звезда АХЛ, это еще не гарантирует тебе место в основе клуба НХЛ. Некоторые игроки десятки лет пытаются пробиться в лучшую лигу. Но АХЛ – это их потолок. На самом деле ничего удивительного, что клубы АХЛ порой собирают даже 15-тысячные арены на матчах регулярки. Хоккей в Северной Америке – это прежде всего развлечение. А его в АХЛ умеют делать довольно неплохо. И если на матчи в АХЛ порой можно попасть даже бесплатно, то билеты на АХЛ стоят приличных денег. Например, попасть на матч действующего чемпиона Торонто Марлис можно от 23 долларов. А на матч аутсайдера Бинхамптон Девилс – от 13 долларов. В России за такие деньги можно купить хоть центральную трибуну на плей-офф КХЛ. Но американцы не скупятся. К тому же АХЛ стабильно с 1995 года проводит ежегодный матч звезд, а также устраивает игры на открытом воздухе. Рекорд лига поставила в 2012-м. На игру между Херши Берс и Адерондек Фантомс пришли 45 653 зрителя. Давайте подытоживать. АХЛ – это лига фарм-клубов НХЛ. Похожие отношения в нашем хоккее сложились между КХЛ и ВХЛ. Похожие, но не идентичные. На данный момент каждый клуб НХЛ имеет свою собственную или аффилированную команду АХЛ, куда может скидывать игроков, не проходящих в основной состав. Пока АХЛ далека от идеала в плане структуры. Взять хотя бы наш пример с разным количеством матчей в регулярке. Да и территориальное расположение клубов вызывает вопросы. Так, фарм-клуб Вашингтона расположен в Пенсильвании, а фарм-клуб Ванкувера и вовсе в Нью-Йорке. Чаще всего игроки старше 22-23 лет застревают в АХЛ до конца карьеры. Уже понятно, что успеха в больших клубах им не светит, а потому выбора практически не остается. Либо играть в довольно сильный АХЛ с надеждой пробиться в основу, либо уезжать в европейские лиги, что делает меньшинство. Вот такая она АХЛ. Ставьте лайк под этим видео, если вам понравился наш новый проект. Пишите в комментариях, есть ли у вас любимый клуб АХЛ. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Спорток. Услышимся!